Добрый вечер! В студии Евгений Кашевой и Валерий Житков. И мы с огромной радостью хотим произнести фразу, которая не звучала целых полтора года. В эфире Чисто Ньюс. Поздравляем всех с началом осени и предлагаем вспомнить самые яркие события ушедшего лета. Евгений Кашевой со своим музыкальным отчетом. Я тоже. Всем привет! В эфире итог летних новостей. Рекомендую убрать от экрана беременных и детей. Такое происходит, что брови дыбом встали. Короче, эти новости меня реально зарифмовали. Это летовость прошла без особых успехов. Ждем подгонов от власти, а они от МВФ. Пятый канал, как всегда, хвалит президента. Мол, он такой один, а другие что-то не хвалят. Правильно? Канал один плюс один. Пока все отдыхали в Турции, в Греции. В столице воды было больше, чем в Венеции. Виталий, а что делать, если не успел эвакуироваться? Сделать салфи. Салфироваться. Понял. На повышение проезда власти дали добро. Элитным транспортом сразу стало метро. 8 гривен вас. Дальше что? 9, 10, 12, очевидно. Я думаю, что на этом остановиться не нужно. Да-да. Бойко, Гритвенко, Тимошенко, Ляшко. Прям не выборы, а в остальных живых мертвецов. Дорогие друзья, спокойствие, не печалимся. А вдруг выиграет Савченко. Что? Старались? Наши футболисты чемпионат мира пропустили. Наверное, ход и на вывоз леса в силу вступили. Но на Мундиале о нас все равно не забыли. Весь мир услышал. Слава Украине! Вот так вот. Спасибо, Евгений. Мы продолжаем. Пожалуйста. Каникулы закончились не только у школьников, но и у наших любимых и неповторимых народных депутатов. Два месяца нардепы были в отпуске, то есть целых два месяца они не заботились о стране по уважительной причине. Чтобы депутатам интереснее было отдыхать, им было выплачено 16,3 миллиона гривен отпускных. И это только за июль, то есть в среднем по 35 тысяч гривен на, ну скажем так, человека. Ну это на самом деле немного, это жалких 20 прожиточных минимумов. Да вообще ничего, конечно. Примечательно, что 15 миллионов из этих 16 были выплачены наличными. Видимо, наши депутаты не до конца доверяют своим банкам. На наш взгляд, из всех народных избранников самое насыщенное и самое интересное лето было у Олега Валерьевича Лешко. Во-первых, в самом начале лета лидер радикальной партии женился, это поступок. И вот 1 июня, за день до свадьбы, он пишет, до веселья готовый, всем гарного настрою. Мы его поздравляем и очень рады, что босоногий мальчик стал босоногим мужчиной. Голых ног Олегу Валерьевичу показалось мало, и 6 августа на его странице появляется вот такая фотография. Смотрите, публикация набрала 1238 лайков. Это почти вся радикальная партия. Прости, да. Но изображение то такое, тут главная подпись под публикацией. Хай, покажут свои фото мои оппоненты. Порошенко, Тимошенко и Гриценко. Хитрый какой, да? Я думаю, не все, трое готовы на такие откровенные фотографии. По крайней мере, Порошенко и Гриценко точно не будут. Ты прав, но ответ третьего оппонента не заставил себя долго ждать. 30 августа в сети появилось фото Юлии Владимировны с ее пробежки в Одессе. И мы видим по ее костюму, что, возможно, бежала она не так быстро, но очень эффектно. Другой обнаженки от наших кандидатов в сети пока не появлялось, но мы уверены, что чем ближе к выборам, тем откровеннее будет агитация. Еще один кандидат в президенты самый опытный. Он уже был президентом. Подожди, а что был? Есть. Так вот, Петр Алексеевич посетил университет имени Шевченко и рассказал студентам о коррупции. Видимо, на взрослых эти рассказы уже не так действуют. Суть рассказа была в том, что проблемы с коррупцией не так страшны, как это представляют средства массовой информации. Борьба с коррупцией действительно идет полным ходом. Давайте вспомним самые резонансные дела. К примеру, дело о получении взятки нардепом Игорем Масичуком где-то года три назад. В момент получения взятки Игорь Владимирович выглядел вот так. Ну, а сейчас тот же Масичук выглядит вот так. То есть мы видим, что как минимум половина Масичука на данный момент где-то отбывает суровое наказание за взятку. Да, и это не единственный пример, когда коррупционерам при Порошенко стало плохо. Некоторым становилось прямо резко плохо и прямо во время суда. Еще одно громкое дело против начальника фискальной службы Романа Насирова. И где он сейчас? Правильно. Готовится к худшему. Хуже некуда. 30 июля стало известно, что Насиров собрался в президент. А вот знаете, так ему и надо. Потому что вот брал взятки, будь готов страдать целых 5 лет на общественных работах. А сейчас пришло время нашего традиционного хит-парада неудачников. Больше всего за эти три месяца всем нам запомнится отдых, солнце и беззаботные летние дни. Субтитры создавал DimaTorzok А мы напоминаем, что Чиста Ньюс снова в эфире и с понедельника по четверг мы снова будем с вами. Каждый вечер сразу после ТСН. До свидания. До завтра. Пока. Пока.